Всем добра, хакетеры! В любом хорроре должен быть протагонист и антагонист. Его главный противник, который пытается убить или еще каким-то способом навредить главному герою. В карьере главным героем становится 9 вожатых, решивших провести еще одну ночку в лагере. А противостоять им будет семейка хакетов. Это довольно странная семейка, которая окутана какими-то тайнами и все их поведение в начале выглядит довольно пугающе. И даже после прохождения игры к хакетам остается довольно много вопросов. Давайте разберемся, что это за люди, хакеты эти, что ими движут и нафига они творят всю эту дичь. Действие игры происходит на земле, принадлежащей Хакетам, семье с почти двухвековой историей. И хотя игра не дает прямых ответов на все вопросы, по кусочкам можно собрать более-менее подробную историю. Местонахождение вымышленного города Норд-Килл нигде не уточняется, но можно с уверенностью предположить, что он находится где-то на западе США. Хакеты перебрались сюда вместе с крупной волной эмиграции первых переселенцев и объявили эту землю своей где-то в середине 19 века. Хакеты в то время были охотниками и основным бизнесом были шкуры и мех. Эй, а ружье зачем? Крис, мистер Ха сказал, что оно для медведей. Но на угодьях семьи было открыто крупное месторождение кварцита. Хакеты прикрылись в свою контору рога и копыта и превратили большую часть леса в карьер по добыче ценного камня. Денег у хакетов было столько, что они фактически владели городом Норд-Килл. Карьер процветал десятилетия, но в конце концов Септимус Хакет, который, судя по имени, был седьмым ребенком в семье владельцев карьера, по непонятным причинам оставшийся единственным наследником, прикрыл контору. Карьер Хакетов был закрыт в спешке после того, как обвал подставил под угрозу жизнь горняков. Вместо того, чтобы вкладывать средства в обеспечение безопасности своих рабочих, Септимус уволил их всех, превратил карьер в туннели для контрабанды и направил семейный бизнес на производство и распространение контрабандного виски во время сухого закона. В подвалах особняка до сих пор стоит оборудование для дистилляции спирта и пустые бутылки и бочки. Судя по объемам, производство было поставлено на поток. Конец сухого закона привел семейство к упадку. Теперь Хакеты контролировали акры леса с непригодным карьером. Через 9 лет после смерти Септимуса в 1953 году его единственный сын Фрэнсис основал летний лагерь. У Фрэнсиса Хэкета в конечном итоге будет трое внуков от брака его единственного ребенка Джедедайи и Констанс Гранди. Крис, средний внук, руководил летним лагерем. Старший Хэкет служил в отделе шерифа Норд Килл, а Роберт Бобби Хэкет после службы в армии открыл на семейной земле свалку автомобилей. Трэвис и Бобби оставались холостыми, а вот Крис женился на Амелии Грант. У пары родилось двое детей, Калиб и Кейли. Но Амелия скончалась в 1999 году, возможно из-за осложнений после рождения Кейли. Калиб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли, она пока еще думает кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они по сути делают, что хотят. Подростки, что с них взять? В 2015 году в Норд Килл приехало передвижное шоу под названием Харум Скарум. Харум Скарум? Крис Хэкет сводил своих детей на шоу, где одним из аттракционов был Сайлос, мальчик-пес. Элайза Ворос, владелица Харум Скарум, все время держала Сайлоса в клетке. 16-летняя Кейли, девушка с тонкой душевной организацией, не смогла этого вытерпеть и захотела освободить Сайлоса. Эллиса Ворос, мать Сайлоса, явилась 6 лет назад с бродячим цирком. Харум Скарум. Держала сына в клетке. Звала его Сайлос, мальчик-волк. Ты убила мою племянницу Кейли Хэкетт. Она была одной из самых добрых девочек на свете. Она просто хотела помочь ребенку. К запертому в клетке. Этой ведьмой. Она хотела помочь. Трэвис. Убедила брата устроить пожар. Отвлечь внимание. Зажечь сено. Чтобы успеть освободить Сайлоса из его клетки. Огонь быстро вышел из-под контроля и в течение нескольких минут погибли все сотрудники Харум Скарума. Кейли все-таки удалось освободить Сайлоса, который в ответ набросился и укусил Калиба, а потом слинял в ближайший лесок. Кейли смогла выпустить Сайлоса, но он укусил Калиба. Кроме Элайзы, всей цирковой труппы и нескольких зрителей, в огне погиб и шериф Нордкилла. Так старший из братьев Трэвис Хэкетт поднялся по карьерной лестнице и сам стал шерифом. И сразу же начал вовсю использовать служебное положение. Ебать! Бля! Твою же мать, я думал у меня сердце лобнет! Он отмазал Калиба и Кейли от судебного преследования, однако племянник оказался засранцем и в ближайшее полнолуние покусал и сестру, и своего папку. С тех пор эти трое каждый месяц превращаются в кровожадных монстров. Не зная, что делать со всем этим, Хэкетты зацепились за детский стишок и следующие шесть лет посвятили поиску лекарства для Криса и его детей. Ночь пришла и Нордкилл засыпает. Волки жертву искать выбегают. Черви трупы жрут, шериф тут как тут, а корга под луной завывает. Единственный известный им способ вылечить оборотня, убить серебром первого, кто начал кусаться. Причем желательно это делать в полнолуние. Бобби, Джедедая и Трэвис, каждая полнолуние носились по лесам, пытаясь найти Сайлоса, чтобы уничтожить его и положить конец проклятию. Хэкетты не жалеют сил, чтобы сохранить свою страшную тайну от внешнего мира и используют влияние Трэвиса, чтобы помешать расследованию исчезновения случайных жертв оборотней. После пожара пострадало еще несколько человек, последними из которых стала пара туристов, на которых Калибр напал весной 2021 года. Бобби собрал тела в лесу и с помощью цепей приковал их на дне озера. Крис спрятал вещи туристов в запертой кладовой, а Бобби отогнал машину на свалку. Это, конечно, не масштаб фильма «От заката до рассвета», но, видимо, идею Бобби подсмотрел именно там. Не зря же у него в комнате огромная коллекция видеокассет. Несколько месяцев спустя ведущие подкасты о неопознанном отметили исчезновение туристов и выдвинули версию о том, что пропавшие были не просто туристами, а охотниками за привидениями, расследующими слухи о призраке Элайзы, бродящем по месту пожара. В ответ Трэвис написал письмо с угрозами. Он пригрозил судебными исками создателям подкаста, если те не прекратят мусолить эту тему. Но почему-то письмо так и не отправил. В ночь перед полнолунием в июне 2021 года Крис заперся в подвале лагеря, чтобы переждать свою трансформацию. Он запланировал прибытие сотрудников только на следующий день. Однако вожатые Макс Бринли и Лаура Кирни прибыли на день раньше. Парочка была остановлена на дороге Трэвисом, который настоятельно советовал переночевать в мотеле. Но ребята не послушались, наплевали на советы и поехали в лагерь. Кончилось с тем, что Крис укусил Макса, а Трэвису ничего не оставалось, как на несколько месяцев запереть подростков в заброшенном полицейском участке. Ты сдал в утиль ничью тачку. Недавно. Остальное я сам понял. Черт. Ты укусил одного из них. Что мне оставалось? Дальше что? Держать их тут вечно? Я разберусь. Делай ты свою работу, они не попали бы тогда в лагерь. Разве нет? Делай я свою работу, вы бы все сидели. Разве нет? Ты же знаешь, это Бобби и Крис. Сказа туристов и того, того, мать его, писателя. Черт, Трэвис. И что же нам делать? Через несколько месяцев Лоре и Максу удалось втереться в доверие Трэвису и сбежать из камер. Пока парочка сидела в тюрьме, они многое узнали об оборотнях. В том числе и о способе избавиться от заражения. Лора спрятала Макса на острове посреди озера, ведь было известно, что оборотни почему-то боятся обычной воды. Получается, что с ними можно было бороться не серебром, а обычными водяными пистолетами. Ну или, как в нашем детстве, закидать их презервативами с водой. Об этом почему-то никто не додумался. В первое время Хеккеты пытались не только поймать Сайлоса, но и спасти вожатых. Крис очень старался вывести вожатых из лагеря и расстроился, когда машина сломалась. Оби облил Джейкоба кровью оборотня, чтобы того не укусили. Но после того, как Лора убила возле бассейна обратившуюся Кейли, ее бабка Констанс, которая на самом деле руководила мужиками-хеккетами, решила не носиться больше с подростками, а все силы бросить на поиски Сайлоса. О нет, боже, моя внученька, моя Кейли, только не Кейли. Так ты держал этих блядских вожатых в блядской камере целых два, мать их, месяца, так? И теперь говоришь, что ты, вместо того, чтобы всадить каждому из них популевых гребаные пустые бошки, дал, дал им свое ружье, и они застрелили из него мою Кейли? Ты это хочешь сказать, Трэвис? Хватит с нас крови, это твои слова. Но старший сын, нынешний шериф, не поддержал мать в ее безумии, и это спасло всех. Все сходится. Все сходится. Он вернулся уже давно, и из-за него вы съехали с дороги. Вместе с Лорой и Райаном Трэвис добрался до логова Сайлоса, и вместе они смогли убить оборотня. Так с семьи хэкетов было снято проклятие. Но у меня осталось столько вопросов к хэкетам, что я решил сделать отдельное видео про все дыры и ляпы в сюжете The Quarry. А их набралось прилично. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем добра, хэкетеры! Субтитры сделал DimaTorzok